Добрый день, ребята! Рада вас приветствовать всех на уроке. Тема нашего урока – выразительные возможности шрифта. Прежде чем начнем наш урок, подумайте и скажите, как вы понимаете смысл этой фразы. Сила художника в том, что он может увидеть необычное в обычном. Совершенно верно. Художники настолько внимательны, что замечают мелочи, которые не видят простые люди. Я предлагаю вам поиграть и среди этих букв найти зашифрованное слово. Правильно. Это слово – шрифт. А что же такое шрифт? Шрифт, ребята, это определенный стиль и форма букв. Ребята, все шрифты одинаковы тем, что они все состоят из букв. А различаются только тем, что буквы могут быть разными по форме линий и пятен. Посмотрите на линии. Вы помните, что так же повсеместно, как и цвет, в жизни нас окружают линии самого разнообразного характера. Линии дорог, рек, морских волн, мостов и зданий. Каждый предмет имеет свое очертание. Характеризуется определенной линией. Любую работу вы начинаете с того, что берете в карандаш, проводите линию. Так начинается любой рисунок. И от того, как вы чувствуете линию, и как вы ею владеете, зависит выразительность ваших рисунков. О чем могут рассказать линии? Линия может двигаться и дышать, приближаться и уходить. А вот линия прямая, равнодушная. У нее нет развития. Нет ни начала, ни конца. И когда вы берете линейку и начинаете вычерчивать домик с абсолютно ровными стенами, то рисунок не получается. И выходит сухим, сухой, мертвый чертеж. Пятно так же, как и линия, может передавать различные эмоциональные состояния, нервозности, покоя, тревоги, борьбы, отчаяния, веселья. Есть рисунки, которые часто сопровождаются надписями, например, открытки. А задумывался ли ты, что любое слово – это тоже рисунок? Ведь оно состоит из разных выразительных линий. Каждая буква – это тоже рисунок. Буквы можно писать не только красиво и правильно, но еще и проявлять при этом много фантазии. Художники для большей выразительности в книжной графике, плакатах и рекламе используют разный шрифт, графический рисунок буков. Буквы тонкие и толстые, причудливо изогнутые и закругленные, состоящие из прямых и ломаных линий, складываются в слова, которые тоже могут быть написаны очень выразительно. А сейчас творческая игра. Выбери любое число от 1 до 10. Какое слово у тебя получилось? Постарайся изобразить и передать свойства предмета через слово. Ребята, чтобы выполнить работу, вам нужно соблюдать план. Когда вы прочитаете свое слово, подберите к нему ассоциацию. Внимательно представьте предмет. Что необычного в этом предмете? Подумайте, как можно разместить текст. В предмете или предмет в слове будет у вас? Какой цвет буковка больше всего подойдет? Когда вы нашли ответы на все первые 4 вопросы, вы можете приступать к выполнению работы. После того, как вы ее выполните, посмотрите внимательно. Может быть, чего-то не хватает в вашей работе, изюминки. Дополните ее мелкими деталями. Посмотрите. Таким образом я выполнила анализ слова «мяч». Снизу вы можете увидеть, как я изобразила выразительно слово «мяч». Открой учебник на страницах 34 и 35. Посмотри работы, которые нарисовали твои сверстники. Если ты уже задумал, что ты будешь рисовать, начни выполнять свою работу. Выполненные работы отправляем до 22 октября. Творческого полета вам и хороших работ!